Всем самого доброго дня! С вами сегодня я, Галина, и моя цветочная палитра. Дорогие друзья, у нас ноябрь, и пришло время, когда нужно позаботиться о зимовке наших хризантем. Очень многие, я знаю, увлечены так же, как и я, мультифлорами. И есть сорта среди корей, которые, допустим, у нас в открытом грунте зимуют очень плохо. Вот сегодня речь пойдет именно об этих сортах, которые зимуют у нас очень плохо, и о хризантеме мультифлора. Сразу хочу сказать, что мультифлора, это тоже девушка такая очень интересная. Почему? Потому что многие сорта мультифлоры, даже в моем климате, зимуют в открытом грунте. Сегодня у нас будет видео посвященное именно зимовке в теплице. Вот мы сейчас находимся в моей теплице. Сразу скажу, что теплица у меня нет. Вы видите, дорогие друзья, что здесь у меня цветет мультифлора. Эти растения у меня были посажены еще месяца, наверное, полтора назад. Почему? Потому что я получила небольшие череночки, и оставлять их в открытом грунте совершенно никакой возможности нет. Почему? Потому что они просто там не выживут. И вот по своему же методу, кстати, этим методом я пользуюсь уже три года. Я стала опять высаживать растения в теплицу и просто их укрывать. Сразу хочу сказать, что многие подумают, что можно занести в горшке и так его оставить, растения в горшке. Вот знаете, дорогие друзья, уже занимаясь растениями очень, ну, большое количество лет, да, могу сказать, что зимовка в горшке, хоть вы его прикопаете в грунт, хоть вы его поставите в теплицу, всегда очень нежелательно. Единственное, есть исключение такое из правил, это погребок. Я сделаю об этом видео небольшое. Я расскажу, как у меня зимуют вот такие вот гортензии. Это гортензии второго года жизни. Они же, это уже, знаете, вот именно это, наверное, уже третьего года жизни. Они живут у меня в горшках. И об этом будет снято видео. Кстати, видео выйдет сразу после видео о зимовке хризантем. Итак, не будем отвлекаться, потому что у нас на повестке дня хризантемы и их зимовка. Что нам нужно? Прежде всего нам нужно или выкопать наши растения. Вот, допустим, я выкапываю растения из открытого грунта и стараюсь, чтобы земляной ком был, ну, хотя бы немножко, как бы, прилипала, да, земля к корням. Можно выкапывать и просто голые корни, можно. Это, я скажу, ну, лучше выкопать из горшка. Касаемо о горшках. Из горшков, все-таки, как я ранее сказала, лучше растения всегда вынать. Не надо его там оставлять. Вот мы его вынем, ему будет хорошо. Корешочки мы его распрямим немножко. Почему? Потому что, чтобы у него был, ну, чтобы лучше поступали питательные вещества. Не думайте, что хризантемы заснет зимой? Нет. Когда весной я открываю укрытие, дорогие мои друзья, ну, единичные сорта, там, какую-то одну-две веточки, там, еле-еле, душа у них в теле. В основном, конечно, сорта наращивает возле себя уже просто кучу-кучу деточек, которые мы потом будем черенковать. Почему? Потому что все знают, что мультифлору обязательно надо черенковать. Чтобы получить красивые шарики, ее надо черенковать. Ну, это другая история. А мы сейчас о зимовке хризантем. Итак, наши растения из горшков мы вынули, земли чуть-чуть возле корней убрали и все это посадили. Сильно заглублять хризантемы не нужно. Почему? Потому что у нас будет хорошее укрытие. Единственное, что бы я посоветовала, это, конечно, отступать достаточное расстояние между кустами. Вот у меня, допустим, где-то в районе 30-35 сантиметров. Вот между большим кустом и маленьким. Где-то вот такое расстояние. Почему? Потому что когда весной ваши детки выйдут, и пройдет какое-то время, они прямо начнут, знаете, друг к другу лезть. Если вам захочется начеренковать именно по сорту, то может и пересорчиться выйти. Ну, а нам это не нужно. Нам нужно все по сорту. Вот. Дальше, что мы делаем? Мы обязательно, как сажать, я уже не буду никому рассказывать, потому что знаю, что на моем канале самые продвинутые цветоводы. Вот. Значит, посадив хризантемку, не заглубив ее сильно, не заглубив. Вот. Мы поставим бирочки и польем. Все. На этом труд наш закончится. Теперь, что нам нужно? Дорогие друзья, я пользуюсь вот такими вот дугами. Я думаю, многие цветоводы их знают, многие покупали. Ну, чем нравятся эти дуги? Ну, во-первых, качеством. Почему? Потому что 4 года, и вот они как были у меня, так они у меня остались. Прекрасные, целые, не погнулись. Ну, были некоторые, конечно, погнулись. То там я в камешек попала, старалась воткнуть. Ну, а с дури? Ну, а чем можно сделать? Ну, в общем, что хотела сказать? Если у вас нет вот таких дуг, это совершенно не беда. Вы можете пользоваться буквально... Вот я покажу некоторую конструкцию немножко позже. Вы можете пользоваться вот такими вот ящиками. Вы можете пользоваться любыми, допустим, когда у меня не хватает дуг. Я иду, режу клен. Я думаю, клен растет у очень многих людей. Вот этот вот вездесущий клен, честно сказать, забываю, как его правильно зовут. У него прекрасно гнутся по осени палки. И то есть вы можете вот так вот их согнуть. И это тоже будет как своего рода, да, допустим, каркас для укрытия. Что мы делаем? Да тут, ну, вообще, ну, проще простого. Мы втыкаем наши дуги. Что хотела сказать, дорогие друзья? Вот большие дуги нам не нужны. Нам нужны именно такие вот небольшие дуги. Небольшие, чтобы не было большого расстояния от цветов до дуг. Все это я втыкаю. Так, делаем каркасик. Нам нужно будет застелить обязательно нашу конструкцию агроспаном. Агроспан используем только белую. Только белый и только номер шестидесятый. Вот теперь несколько нюансов. В 2018 году, когда температура у нас опускалась до минус 24, у меня под двойным слоем агроспана, номер шестидесятка, да, температура держалась минус 10 градусов. То есть для хризантемы это совершенно, ну, температура вообще очень-очень нормальная, очень хорошая. Это минус 24, двойной слой агроспана, укрыл ее, и там было минус 10 градусов. Вот, дорогие друзья, вы понимаете, да? То есть очень сильно зависит от того, в каком регионе вы живете. Если у вас морозы минус 30 градусов, то вам нужно брать три слоя агроспана. И еще раз, еще, еще раз скажу. Дуги делаем низкие, невысокие. Даже можно еще, вот у меня даже можно сказать, это немножко высоковато. Ну, у меня здесь одна фишка есть, в связи с тем, что я все время что-то выращиваю, в связи с тем, что у меня полно всякой примулы, у меня здесь живут аурикулы. Аурикулы, ну, это такие маленькие красавицы. Мне их нравится выращивать как горшочные растения. Это многолетники, которые живут, растут у нас прекрасно в открытом грунте, зимуют прекрасно. Ну, кто-то скажет, зачем же ты их сюда занесла, если они прекрасно зимуют. Ну, я вам скажу, во-первых, хочу полюбоваться ранним цветением. Ну, вот, уже в начале мая они начинают зацветать у меня в теплице. У меня часть посажена и в открытом грунте аурикул. Но основная часть находится в горшках, и я ее размещаю тоже в теплице. Кстати, вот этот вот способ, он не только для хризантем. Этим способом вы можете укрывать и гейхеры, различные хвойники. Если вам, допустим, пришел посадочный материал, очень поздно для вашего региона, да, вы не можете посадить это в грунт. И не надо сажать это в грунт, если у вас есть вот такая вот неотапливаемая теплица. Не важно, будет она из поликарбоната, будет она из стекла, будет она из пленки. Это совершенно не важно. Главное, чтобы был каркас, как говорится, над головой, крыша. Все. Это, знаете, что я вам хочу сказать? Это сухая зимовка. Вот почему именно при такой зимовке хризантемы очень хорошо зимуют? Тут все очень просто. Даже мороз не так страшен, да, ну, минус 10, это не мороз для хризантем, вот честно вам скажу. Им страшно вымакание. У них начинаются гнили. Вот, кстати, еще вот обязательно разберу этот метод. Многие меня спрашивают, а если я вот посажу все и снегом закидаю? Друзья мои, не делайте этого. В 2017 году у меня был очень печальный случай вот именно по вот такому, как сказать, вот по такой зимовке. Честно сказать, весной я просто плакала горючими слезами. Ну, многие знают, что мы занимались отправкой растений. У меня практически вся теплица, вот как вы видите, да, вот здесь отряд, битком-битком все набито, да. У меня практически вся теплица вот так вот каждый год как бы заставлялась. И вот однажды я хотела попробовать вот этот метод. Ну, как бы его хвалят, а что зимой, да закидал и все. Закидала я снегом, а весной, когда я начала все это, во-первых, он начал таять. Он начал ломать листья. На гейхерах это было вообще что-то страшное. У меня стояли будылки еще страшнее, чем, допустим, бывает такая вот зима, знаете, с настом. И наст, он аж выламывает листья у гейхер. А многие знают, что это мои одни из самых любимых растений. Когда ты вот на это все смотришь, ты просто в шоке. И вот представьте, вот этот вот снег, он начал таять. Начал образовываться наст, начал ломать мои все гейхеры. Даже флоксы, на флоксах были все листочки гнилые. Гейхеры попогнили листья. Ну, благо остались стволики, но потом все это дело наросло. У хризантем практически все верхушки были черные. Поэтому, друзья мои, я вам не советую этот способ. Не советую никак. Так, возьмите, сделайте вот так вот. Это буквально, я разговариваю много. На самом деле, делов тут очень-очень мало. Вот. А теперь я покажу некоторые еще маленькие нюансы. Вот именно этой зимовки. Один из важных нюансов, это обязательно, чтобы между стенкой, допустим, вашей теплицы и нашим каркасом был обязательно промежуток. То есть, сюда вы можете вот так вот сложить пока агроспан. Ведь сейчас мы его еще не будем использовать для укрытия. Почему? Потому что, ну, допустим, у нас вообще очень сейчас очень тепло. Вот. И поэтому накрывать сейчас агроспаном я не буду. Второй вот нюанс, это полив. Полив должен быть очень-очень осторожным. Хризантемы не любят в мокрой земли. То есть, земля должна быть влажная, но не мокрая. Ну, кто-то меня спросит, а сколько же раз поливаем мы ее вот за вот этот холодный сезон, да? За время ее зимовки. Вот, дорогие мои, вы знаете, мне хватает одного раза. Это я где-то делаю уже, ну, вот сейчас в ноябре, да? Я смотрю по погоде. Если, конечно, солнышко будет жарить, то придется еще немножко полить. Но одного вот так вот раза нам хватает, чтобы до февраля наши хризантемки оставались политыми. Честно скажу, мороз очень высушивает землю, поэтому все равно надо наблюдать. Если вы видите, что уж совсем у вас тут пустыня вообще, особенно это вот касаемо более южных регионов, то, конечно, возьмите, немножко полейте граммочку, граммочку. Я не говорю, что там надо поливать очень сильно. Нет, граммочку. Вот, а вот уже с февраля, дорогие мои, вот здесь вот пойдет другое дело. Во-первых, день очень прибавится. Во-вторых, в феврале, как правило, очень много будет солнечных дней. Ну, по крайней мере, это в моем так регионе. А вы уже как бы отталкиваетесь от своего региона. И вот тогда полив нужен будет. Так, третий нюансик. Третий нюансик. Вы видите, что все мои хризантемы, они цветущие, да? Вот мы не будем оставлять наши цветущие, конечно, хризантемы вот в таком вот виде. Конечно, все нужно будет обрезать. Почему? Потому что растение, оно ведь тратит свои силы на образование семян. Да, я не оговорилась ничего. Вот кто, допустим, дружит уже со мной давно в одноклассниках, они знают, что живя на юге, я очень, ну, увлекалась, можно сказать так, выращиванием хризантемы из семян. У меня были, ну, очень красивые сеянцы получались. Это было опуление неручное, сразу скажу. Это ветер, дождь, может быть, какие-то насекомые, но ни в коем случае не я сама. Вот. И, кстати, зимой, когда я стану немножко посвободнее, я обязательно сделаю такой видеоколлаж, расскажу немножко об этой технологии, потому что, возможно, те, кто живут в южных регионах, у них и получится вырастить хризантемы из семян. Это очень интересно, очень интересно. Вы знаете, иной раз получаются такие шедевры, что вот смотришь и сама себе не веришь. Вот. Ну, к сожалению, при переезде я не взяла свою коллекцию хризантем. Я думала, что здесь я бы с ней просто не справилась. Когда вы видите, что хризантемка ваша уже цвела, а вот, ну, на улице еще стоит такая погода, обрежьте ее. Не нужно давать ей время, пускай она лучше деток нам наращивает. Вот смотрите, я сейчас вот это вот все дело обрезала. Вот. Смотрите, там детвора, красавая детвора. Вот эта детвора вся будет начеренкована уже весной. Но об этом будет тоже видео о черенковании хризанты, о том, как их выращивать дальше. Еще хотела вам, дорогие мои друзья, показать вот такой вот погрибочек. Возможно, кто-то видел его на видео и все думает, ну, вот что это у нее такое? Вот такой вот погрибок у меня есть. Этот погрибок у меня будет использоваться в последний раз. И поэтому я хотела вам показать, что я в нем храню, как я это храню. И кому будет интересно, ждите следующего нашего видео. А если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайки, нам будет очень приятно. и подписывайтесь на наш канал. С вами была я, Галина, моя цветочная палитра. Всем всех благ! Очень теплой осени и, конечно, крепкого-крепкого здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok